Бокертов! Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш третий урок в понедельной главе Торы Шлах. В разведке вожди принесли фрукты. Срезали гроздь винограда и понесли на 6 вдвоем. Наши мудрецы говорят, что вес этой грозди был 960С. Это около тонны. Один мидраж говорит, что восьмером несли эту гроздь. Другой мидраж говорит, что 16 человек. Каждый из них брал с собой оруженосца. И вот внесли в 16 человек. Что значит, внесли эту гроздь? Кроме того, взяли один инжир и один гранат. По таланту весом. Это около 50 килограмм. Такие огромные фрукты. Естественно, когда пришли с разведки, показали это народу. Правду все говорили. Вот посреди те плоды, когда мы увидели такие плоды, которых никогда в жизни не видели, такие огромные, и люди там такие, и видели мы там детей Анака, Ахимая, Шана и Талмая, Великанов. И естественно, народ этому поверил. И пишется, и плакал народ ту ночь, и сказал Всевышний, вы плакали в эту ночь напрасно, теперь в эту ночь будете плакать не напрасно. Это ночь на 9 ала. Вот такое у нас страшное событие. Маше разговаривает с народом, с Агроном. Калев говорит, что мы завоюем эту страну, невзирая ни на что. В наших силах это. Если Всевышний будет с нами, нет проблем с этим, Аким. В вожди с Калей не пойдем. Потому что мы не можем идти, а этот народ сильнее нас. Ситуация страшная. По закону надо идти за голосом большинства мудрецов. Но если это толпа, все мы собрались толпой, 603 550 человек, наверное, было. И хотели забить камнями Маше, Аарона, Игошева и Калева. И явился Всевышний. В общем, событие кончится с тем, что все эти 10 вождей, которые говорили о стране Кнаан, они умерли. Мы вроде не видим, что они что-то говорили не то. Но раз Всевышний пишет, что возносили злую молву на страну, которую вы смотрели, значит, они говорили так, как хотели. У нас такие вещи есть. Рамбам пишет, что вайчек в рамках Торы. Вот так. Вайты так. Что произошло дальше? Всевышний сказал, что теперь за 40 дней, которые выходили в разведку, вы будете жить в пустыне 40 лет за каждый день. И вы говорили, что дети ваши погибнут от врагов, а дети ваши войдут, а вы не войдете. Все, кому исполнится 60 лет, будут умирать. И действительно, умирали люди. Каждый год, кому исполнится 60 лет, умирали. Какое страшное событие. На сегодня наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. Пусть закончится страшная война. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова Беннаху, моего дяди Владимира Бен Григорий, моего брата Павел Бен Ефим, Хая Балкова от Йосифа, Мира Бат Аврагам, Роза Бат Михаил, Самуил Бен Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Светлана Батклара, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Перва Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Мэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Юлия Бат Белла, Мазал Паранасас Гула, Ирина Бат Ури, Арон Ария Бен Ури, за хороший дух Арон Ария Бен Двойра, Денис Бен Нахум, Абигаль Бат Сара, Всем всего самого лучшего, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до следующих встреч, до следующих встреч.